Чек готов. Так, значит, лазерная проекционная система. Лазерная техника очень молодая и постоянно прогрессирующая область вырудования, применяемая в индустрии развлечений. Будет неудивительно, если через совсем небольшой промежуток времени эти строки потеряют свою актуальность. Но сегодня они очень нужны, так как огромное количество людей не имеет даже элементарного представления о том, как создаются лазерные эффекты, лазерное шоу. Непонятное всегда немного отпугивает, поэтому мы решили открыть ознакомительный раздел на наши посвященные устройства лазерных систем и способам создания лазерных шоу. В первую очередь лазерная система. Она состоит из таких элементов, как лазер. В свою очередь лазер — это усиление света посредством вынужденного излучения. То есть оптический квантовый генератор устройства, преобразующий энергию накачки. То есть это световая энергия, электрическая, тепловая, химическая или другие, в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Физической основой работы лазера служат квантомеханическое явление вынужденного излучения. Луч размером может быть непрерывным, с постоянной амплитудой или импульсным, достигающим экстремально больших пиков мощностей. В некоторых схемах рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения от другого источника. Существует большое количество видов лазеров, использующих в качестве рабочей среды все агрегатные состояния вещества. Некоторые типы лазеров, например, лазеры на растворах красителей или полихроматические твердотелые лазеры, могут генерировать целый набор частот в широком спектральном диапазоне. Габариты лазеров разнятся от микроскопических для ряда полупроводниковых лазеров до размеров футбольного поля для некоторых лазеров на неодимовом стекле. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая исследованием в области управляемого термоядерного синтеза. Значит, у нас после лазера идет оптическая скамья. Это так называемый коммутатор луча. Оптическая скамья — это устройство для оптической коммутации лазерного луча и направления его в любую точку пространства с очень точной настройкой. При коммутации лазерного луча по некоторому закону и с большей скоростью создаются лазерные эффекты с новыми свойствами. Иногда оптическая скамья применяется для того, чтобы произвести оптические манипуляции с лазерными лучами, например, соединение лучей, разделение или выведение в световоды. В свою очередь в оптической скамье у нас имеется цветовариатор и дихреичные зеркала. Цветовариатор — это формирователь цвета. С помощью цветовариатора формируется цветовая палитра лазерного луча. Если лазерная система одноцветная или от лазера требуется только форма без цвета, то в этом случае цветовариаторы не нужны. Наиболее распространены цветовариаторы двух типов. Это электромеханические. У них невысокое быстродействие, но максимальное КПД. Кристалл цветовариатора устанавливается на пути следования луча на оптической оси и очень точно подстраивает истеровочными винтами. Плоскости поляризации лазерного луча и кристалла должны совпадать. В этом случае потери на кристалле будут минимальными. В свою очередь, дихречные зеркала, ну, здесь примерно система дихречных зеркал, они пропускают одну длину волн, а другой отражают. Как видно, то что здесь у нас идет зеленый цвет, он потом какая-то часть отражается, проходит дальше, то есть здесь уже смешанный идет и дальше смешивается. То есть у нас в DLP-корректорах было разделение, а здесь идет, наоборот, смешивание цветов. Ну так, с двумя зеркалами можно свести все три лазера. Зеленый проходит сквозь оба зеркала, красный сквозь одно, синий отражается в обоих. Таким образом мы получаем вот такую картинку. Дальше идет у нас сканер, то есть сканирующая система XY. Она является одной из самых основных частей. То есть у нас сканер, который может управляться вектором луча по желанию. Вот здесь приведена схема этого сканера. Два гальвонометра, то есть вот у нас один и второй. То есть они, по сути, представляют из себя два зеркала, которые также забиваются программой на компьютере, и программа сама подстраивает наклон этого. Например, подстраиваем наклон этого гальвонометра, и у нас меняется изображение по оси X. Меняем наклон этого, и у нас меняется по оси Y. Управление луча может быть определено комбинацией угла отклонения двух зеркал. Увиденный лазерный луч создает лазерные листы, или туннель как коэффициент луча, или тянет лазерную графику на экране. Только гальванометр с обратной связью используется для эффекта экрана, для простой и абстрактной графики. Используются гальванометры с разоркнутыми контурами и резонансными. У нас дальше идет специализированный компьютер. То есть здесь у нас записана программа, которая как раз у нас варьирует с цветовариатором. Также она управляет нашим сканером XY. А контроллер арктической скамьи у нас как раз ко всей скамьи относится. То есть он управляет этой скамьей. И все наши изображения после камеры вводятся на экран. Экраном может служить до что угодно. Для лазера это вообще не принципиально. Там искусственные полоски, стена дома, арена, цирк, ледовая арена, водопад. Там все что угодно может быть. Дальше идет классификация лазерных систем. Первое это многоцветная графическая лазерная система. Она обладает большим арсеналом возможностей для создания лазерного шоу. Это и графическое лазерное шоу, и лучевое лазерное шоу, и как главная составляющая смешанного лазерного шоу. Ну здесь просто не приведено, здесь тоже самое стоит наша оптическая скамья. Здесь также эти дехречные зеркала, у нас просто не нарисовано. Следующий вид это одноцветная графическая лазерная система. То есть у нас в основном используется зеленый цвет для проецирования. Она обладает меньшими возможностями по сравнению с предыдущим вариантом, но у нее отсутствует возможность смены цветов. Но такая система, она является более мощной и, как следует, более яркой. Может применяться в лучевом лазерном шоу, как поддерживающий элемент смешанного лазерного шоу. И третий вид это одноцветная графическая лазерная система с использованием светодиодов. Для увеличения количества выходов лазерных эффектов возможно давление одного мощного луча на несколько менее мощных различных пропорциях. Такое деление усиливает восприятие лазерных эффектов, но при этом мощность каждого из эффектов становится меньше. Например, при делении 5-ваттного лазерного луча в пропорции 50 на 50 мы получим 2 луча под 1,5 ватта. Необходимо понимать, что после прохождения световода эта мощность станет еще немного меньше. Делить лазерный луч мы… Ну и как бы если у нас приходится работать на открытом пространстве, то не советуется делить луч, потому что теряется яркость и изображение может быть незаметно. Ну а сейчас сам лазерный проектор – это все три устройства, которые были до этого, соединены в одном. То есть комбинированный прибор, вместивший в себя лазер, сканер и цветовариатор. С появлением проекторов на основе мощных цветных DPSS лазеров отпала необходимость в отдельном специальном цветовариаторе. Габариты таких проекторов и широкий ассортимент позволяют нам обходиться без светодиодов. Изменилась также конструкция оптической скамьи и ее местоположение в системе. Теперь она располагается или после сканирующей системы, или вместо нее. По сути дела, оптическая скамья из коммутатора луча превратилась в коммутатор эффектов. Экраны и аксессуары остались неизменными. То есть теперь лазерная система состоит из двух основных частей – это лазерный проектор и управляющий компьютер с лазерной программой. Все. Так, вопросы, пожалуйста. На этом вопросы. А твой что осталось? Неохваченным. Пошел, давай дослушивай, чего я доскажу. Все. 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 так так здесь она хоть картинка довольно древняя но она четко совершенно показывает что какие проблемы у нас есть принципиальное отличие лазерных проекторов у нас с вами развертка происходит уже лучом если раньше мы говорили о том что у нас на входе есть тронная часть которую с которой вспомнили с помощью каких-то электронных средств может что-то управлять здесь есть только лазерный луч это проблема ну во первых проблема в том что все-таки один лазер не закроет нам весь динамический диапазон у нас с вами если мы хотим полноцветную картинку нам нужно поставить три лазера и основная проблема это лазеры синего света понятно почему энергия кванта синего наивысшая среди наших видимых энергий значит соответственно и накачка должна быть еще с большей энергией вот эти процедуры лазерного света происходит каким образом излучает лазер мы каким-то образом передаем энергию атомам активного активной зоны будем говорить до активного элемента лазера и валентные электроны этих атомов загоняются на следующий валентный уровень потом один из этих электрончиков какой-то случайный спрыгивает обратно и порождает квант света это консвета выходит из атома и летит по дороге провоцируя соседние атомы на то чтобы эти электроны тоже там ушли да и тоже породили кванты для того чтобы это сделать эффективную насла с вами активная среда с обоих сторон закрыта зеркалами поэтому этот отдельный первый квант света он не просто выскочит на нет он не с ними ничего будет он традиция зеркала и снова пройдет через среду потом снова пойдет через среду стимулируя соседние атомы на то чтобы излучать этот свои кванты света не в тот момент когда им это захотелось что называется а синфазность тем лучом который стимулирует нас два момента сначала все возбуждаются асинхронно а потом если не делать вот этих зеркал то они асинхронные дадут нас будет много квантов сравнительно небольшой мощности с какой-то промежуток времени наличие зеркал порождает вот и вот этот проход многократный проход световой энергии сквозь активную среду и стимулирование фазировку до стимуляция вызывает фазировку вот этого излучения у нас получается мощный импульс короткий во времени и когенем с одной и той же фразы в конце концов этот импульс набирает такую мощность что он может преодолеть одно из зеркал одно зеркал дело одно и зеркал делается глухое на совершенно непрозрачное второе делается полупрозрачная она пропускает квант в тот момент когда на что мощность этого кванта секрет определенных значений вот так работает так на пальцах работает лазер но это удобнее в так как всегда объясняется первые лазеры да то есть лазер импульсного излучения с ними удобнее так обсуждать лазер неправильное излучение там процесс несколько сложнее потому что там процесс накачки процесс излучения они во времени объединены но принцип остается тоже примерно то же самое это обязательно определенные атомы значит определенное вещество значит определенные варентные уровни значит свет получается практически когерентным его некогерентность определяется только тем что пучок начинает когда-то импульс когда-то начинается когда-то заканчивается поскольку по у нас с вами отдача света она локализованного времени то по принципу неопределенности кейсенберга она не может быть локализована в частоте абсолютно точно а следовательно световой пучок получается несколько псевдо когерентен но по сравнению со всеми остальными источниками можно вполне считать его когерент но если он когерент он монохроматичен и тут вторая проблема вторая проблема лазеры плохо передают полкновые картинки у них нет этих самых трех основных цветов распределенных по спектру них есть можно найти эти три основные цвета которые локализованы на отдельных спектральных составляющих эти спектральные составляющие скорее всего не пересекаются по спектру от различных лазеров поэтому полкновая картинка порождается с некоторыми проблемами это пришло привело к вот этот эффект привел к тому что первым первой технологии которая была рисована лазерных проекторов это рисующая технология и кстати говоря картинка которая была в докладчик а именно рисующие технологии были все помните там был черный фон на котором было нарисовано какой-то объект это мы их может подвижен но он нарисованный он не сканированный объект на показывается только те точки которые должны быть подсвечены эти точки обходятся многие лазерные такие лазерные шоу проектор они так и работают то есть там нет регулярной развертки там развертка по контуру тех точек того объекта который нужно отобразить в этой ситуации нормально работает точнее необходимо применить сканирующую систему из тех самых двух галимонометров которые была нарисована так называемая случайная развертка то есть у нас нет понятия строка и кадр да у нас оба к по обоим координатам мы можем двигаться с одной и той же скоростью но зато скорость это ниже потому что в кадре мы отображаем только объект а объект кадре в точке границы да как фактически эта граница границ объехать и всегда меньше чем в общем общее количество точек здесь картинка несколько другая здесь уже рисующий проектор вне рисующий проектор а сканирующий проектор то есть здесь мы отображаем обычную картинку как мы привыкли видеть да там но зато есть регулярная развертка здесь мы явно можно указать строки кадры поэтому нас есть развертка быстрая есть развертка медленная в этой ситуации мы для медленной развертки можем использовать гальванометры которые тяжелее настраиваются быстрее выходят сто и так далее кадровая развертка это барабан в барабане много зеркал поэтому само вращение этого барабана сравнительно медленное каждое зеркальце это отдельно взятый кадр видите зеркала под углами да они в барабан как бы врезаются и в барабан врезаются вот за счет этого угла у вас при повороте барабана проходит вертикальная развертка ну а гальванометрическое зеркало она обеспечивает быструю развертку срочно вот дальше действительно это большие объемы здесь видите только свет поэтому здесь уже большие мощности могут быть только на отражение и вот в результате вот довольно древние но проекционная честь проекционная система лазерного проектора такое построение системы обычно приводит тому что вот эта схема которая здесь была нарисована с оптоволоконным кабелем не зря лазеры устанавливаются так сказать там где ими за ними можно следить можно оборудовать а проекционная система выносится как правило наверх на крышку куда-нибудь там на стенку и в ней сосредоточена только с только сканирующая часть и проекция собственно проекционные объективы у нас в городе есть вот таких проекция но шоу проекторов в городе много наверное да вы это лучше знаете лучше меня потому как где-то может быть в клубу каких-то были шоу проекторы есть а вот сканирующих систем в городе есть видим насколько я понимаю несколько я четко совершенно знаю только одна потому что ее нам подарили в 2003 году японцы идея была на день города когда мы праздновали как вы помните там круглую дату основание города создать проекцию на небо большими размерами на облака проект купили систему поддалили видео контентку значит приобрели все было нормально но японская поставляю систему не учили одного единственного вот это я рассказываю у нас с вами в день 27 мая в день города был и разгон облаков и все это ничем кончилось но сейчас на всякий раз на празднование у нас с вами эта система с петропавловской крепости рисует картинки на противоположной стороне на набережной кутузова на новом армитаже и вот дальше по домам по всем этим вот ну вот это что можно сказать по лазерной технике значит мы с вами в результате по помните там такой вот линеечки отображающих экранов размеров отображающих экранов прошли от и до с нижней стороны подведем итоги самой нижней стороны лежат экраны размеров которые помещаются в часах то есть это не единицы дюймов здесь технология жидкокристаллическая монопольная тут никто ничего не претендует потом до сих пор подключается еще подключается еще технология кинескопная примерно до 60 сантиметров диагональ 23 потом идет область жидко 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 кристаллических отображающих устройств плазменных которые как я вам говорил большого развития видимо не будут иметь потому что кристаллические технологии с одной стороны лазерной технологии с другой стороны их сжимают вот дальше dlp и лазерный эффект не сказал еще об одном пока раз говорю эту длинную фразу вспомнил что не рассказал им еще об одной вещи о кинескопных проекционных технологиях да такие а существовали вы входите на кафедру на кафедре виси над кафедрой висит эмблема кафедра так вот это экран проекционного телевизора построенного на кинескопах вот у нас такой был мы потом вот разобрали за ненадобностью канчик использовали своих цель вот что там там в чем особенность этих проекционных систем а во первых там трубки с малыми с малым диаметром ну трубки с малым диаметром скажем экрана будем говорить так они круглые действительно делать прямоугольные сейчас вы поймете почему не очень удобно они круглые у них достаточно малый угол отклонения луча они более 60 градусов то есть они длинные достаточно вот эти получаются ну вот вопрос в том что есть большой до световой поток значит световой поток нужен большой поэтому делать кинескопы цветными смысла не имеет кинескопы все делаются монохромные причем они еще не только не просто белые а в голубую часть сдвигаются немножко белый с ним может голубоватым в этой ситуации получается максимум отдачи светового потока поэтому дальше стоят фильтры они трех кинескопные да дальше стоят фильтры вот и при всем при этом все-таки планшайбу нужно активно охлаждать всякие энергии преобразуется много поэтому надо самое высокое напряжение тут вы носом что нас не сидите проблемы границы 25 нет поэтому там 35 киловольт то что там есть мягкий рентген ну так вы рядом с ними не находится но получается нужно все-таки планшайбу охлаждать именно в ней происходит преобразование обдувать планшайбу нельзя потому что обдув всегда создает вихревые потоки воздушные да и вышедший свет по дороге к объективу воде вы сам вихревые потоки вас примет и возникает на экране просто видны вот эти вот все свелевые конструкции поэтому делается так стыкуется планшайбе стыкуется цилиндр орибренный цилиндром то есть он будет потом ответ отводить тепло внутрь цилиндра заливается жидкость которая будет передавать планшайбе такая но это не вода это у нее плотность повыше этом масле мы смеется такая жидкость которая будет передавать тепло от планшайба на эти вот оребренную поверхность а в жидкости растворяется нужный пигмент то есть она является одновременно и теплоотводящей строй средой и фильтрующей средой а дальше у нас уже идет обычная оптическая схема сведения которые со временем нарушаются и приходится водить заново таких проекторов в свое время было выпущено достаточно много и отнюдь не только тройники скажем поскольку были определенные границы связанные с тем сколько можно взять с одной с одного кинескопа то sony выпустила до 12 трубочных проекторов они соединялись четыре триады при этом еще и триады ставились со сдвигом то есть красный зеленый синий в каждой трёх они сдвигались это позволяло компенсировать неточное сведение растров это смещение то не точным сведением растров самая пожалуй экзотическая конструкция которую я в общем знаю в этой истории но в проекционных системах я не слышал но я не видел схемы у меня нет этой схемы это разработка физико-технического института под руководством алферова была когда планшайба представляла из себя набор полупроводниковых лазеров с электронной накачкой то есть изнутри электронные лужи объегалости лазера накачивая их мы получали когерентное освещение на выходе кпд естественно выше чем у люминофорного люминофорных кинескопов но проблема цветопередачи она оставалась какая есть вот пожалуй все что касается проекционных и в общем прочих отображающих технологий в общем то есть как вот 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 в